Тема искусственного интеллекта становится главной, и это вполне понятно. Если взять главное изобретение природы, это прежде всего человек с его уникальными возможностями, памятью, волей, великими гуманистическими преобразованиями. Но вместе с тем человечество прошло через серию огромных войн. И сейчас возникает вопрос, то ли искусственный интеллект будет служить гуманизму, культуре, образованию, высокой духовности, то ли его начнут использовать для того, чтобы истреблять и подчинять человечеству. Вот в этой парадигме идет очень жесткая и принципиальная борьба. Мы подготовили специально круглый стол, советуем вам внимательно посмотреть, изучить, потому что наша партия подготовила программу, которую смотрит будущее. Образование для всех, бюджет развития, поддержка всех базовых отраслей производства, талантливых людей. Нас очень беспокоили, что за последние пять лет ушли, уехали из страны почти 50 тысяч специалистов высшей квалификации. Я был поражен в свое время, когда убил Агейса, увидел, что его главным богачом сделали 100 математиков. Из них 50 были русские, 30 индусы и китайцы, и только 20 своих. Никакой интеллект невозможен без алгоритмов и программы, без великолепного преподавания математики. Кстати, по-прежнему наши математические журналы, переводятся на английский язык, идут по всему свету. Мы готовили лучших математиков Китая и Индии, и они сегодня дают великолепный продукт, который позволяет строить машины будущего. Но если не регулировать законодательно и организационно эти процессы, то возникает очень много проблем. Первая проблема – возникает массовая безработица. И если не решит вопрос, каким образом ее ликвидировать, то мы получаем довольно большие проблемы. Если нет гражданского и законодательного контроля за этими машинами, можно получить любой самый отрицательный результат. Я смотрел, допустим, как работают две программы. Та программа, в которой закладывали отношения к вашей стране, где учтены все объективные показатели и позитивные отношения. Почти все ответы были лояльны и весьма одобрительны. Программа, в которой заложили только давать отрицательный ответ, на самые скромные, самые точные, благожелательные ответы, машина давала только отрицательные ответы. Поэтому это вопрос будущего, и он требует очень качественной законодательной проработки. Вот круглый стол, который мы сегодня проводим, и на который пригласили всех ведущих специалистов, свидетельствуют об этом. Но у нас есть программа, программа гуманистическая, духовная, культурная. Потому что какую бы машину вы ни брали, она не обладает одним крайне важным качеством. В ней нет духовности, совести и сострадания. И если этот вопрос не будет решен и направить этот интеллект на уничтожение человечества или подчинение его, то вы получите самый злобный и самый страшный результат. Кстати, даже талантливые нынешние производители вдруг испугались этого и потребовали притормозить внедрение этого искусственного интеллекта. Если злобные силы вмешаются в систему управления, допустим, митрополитенов вы переведете на искусственный интеллект, там могут такую аварию организовать, от которой вы все придете в ужас. На мой взгляд, сейчас самое время подготовить соответствующие законодательства. Наша команда сегодня это предложит.